Здравствуйте, дорогие друзья, садоводы и огородники. Снова с вами встречаюсь я, Юлия Меняева, на канале Восаду Левогороди. И сегодня я с вами поделюсь, что я буду сеять в марте. Месяц март это очень ответственный месяц и очень напряженный для огородника, потому что здесь мы в марте уже вовсю вплотную занимаемся рассадой. Занимаемся посевом семян разных овощных культур и различных цветов. Если в феврале мы еще что-то сеяли, что-то нет, потому что это все было связано со светом, что приходилось подсвечивать, вот в марте как раз таки, если у кого и нет подсветки, вы не расстраивайтесь. Уже солнца вполне достаточно, именно того солнца, который у вас за окошком, на улице. Особенно это если южная, конечно, сторона. Только единственное, стоит позаботиться о том, чтобы рассада не горела с южной стороны. А так можно уже сеять все-все культуры смело. Сейчас я вам расскажу, что я буду сеять именно в марте. Это, конечно, перец. Перец сладкий и перец горький. Его я начала сеять 23 февраля. Сею я его всегда в несколько этапов. Если в конце февраля, 23 февраля, тире, на конец февраля, этот перец будет высаживаться в теплицу, то перец, который я буду сеять в начале марта, этот перец для открытого грунта. То есть, сеем перец. Это горькие и сладкие сорта. Это баклажаны. Баклажаны, опять-таки, можно было начинать сеять где-то примерно с числа 25 февраля. И до 8 марта я уже должна закончить с посевом баклажан. Всегда сею в разные сроки. Для теплицы это конец февраля, для открытого грунта это начало марта. До 8-10 марта с баклажанами я уже полностью посев заканчиваю. Это, конечно, томаты. Когда же все-таки сеять томаты? Для ранней продукции я сею томаты, начинаю сеять это конец февраля. И до 10 марта я уже заканчиваю посев томатов. Потому что многие говорят, что сеют даже в апреле, но меня не устраивают эти сроки. До 10 марта я должна уже закончить посев томатов. Почему? Очень обманчивая погода. И вот именно ранний посев томатов помогает уйти от фитофторы и собрать вот именно хороший урожай томатов. Поэтому это конец февраля и до 10 марта я буду заниматься томатами. Что я еще буду сеять в марте? Это базилик. Кто-то его сеет, кто-то не сеет, кто-то сеет сразу в открытый грунт. Почему я его сею на рассаду? В этом году я буду сеять именно в стаканчики, которые сшиты из укровного материала. Это очень удобно. Сразу по несколько семечек и потом этой кучкой сразу можно высаживать базилик. Его можно будет сразу высадить в теплицу. Поэтому вы будете с ранней продукцией этой культуры. Этой, в общем-то, довольно-таки очень вкусной, пряной культуры. Не дожидаться, пока вы посеете на улице, пока он взойдет, пока вырастет. Пока это все произойдет на улице, вы уже будете кушать вот вовсю базилик. Но дело в том, что базилик еще очень хорошее соседство с томатами. Поэтому по краю грядки высаживаем рассаду базилика, которую вы вырастили сейчас дома в марте месяце. А потом уже мы будем высаживать рассаду томатов. В марте месяце я буду сеять, но опять это немного, я буду сеять пекинскую капусту. Почему именно в марте месяце? Потому что в апреле месяце я уже ее высажу в теплицу. И тем самым я получу, опять-таки, раннюю продукцию пекинской капусты. Не обязательно ее сеять много. Посеять немного, где-то примерно, ну пусть штучек 10, этого вполне будет достаточно. Но сеять я ее буду где-то примерно в середине марта. Это листовой салат. Опять кто-то скажет, ерунда какая, я еще не сеяла листовой салат. Но опять, имея теплицы, те, у кого есть теплицы, хочется, очень хочется получить очень раннюю зелень и ранние витамины. Не дожидаться пока в теплице это все взойдет. Пока земля прогреется, пока семечко взойдет. Поэтому салат можно посеять в кассетах дома и потом эти кассеты вынести в теплицу, как позволит погода. И не доставая даже салата из кассет, поставить кассеты на землю и салат будет отлично расти. Это петрушка листовая. Опять кто-то скажет, я буду сеять на улице. Ради бога. Но мне очень нравится петрушку сеять на рассаду. Вот я ее сею в улитку. А потом, как только позволяет погода, по краю грядки я распикировываю именно петрушку в теплицу. Для чего вот это все делается? Кто-то скажет, да, как всегда, любимое выражение танца с бубном. Нет, дорогие мои. Имея теплицу, хочется получить все намного раньше. А чтобы получить намного раньше урожай, это, конечно, надо потрудиться и где-то в середине марта все это посеять дома на рассаду. Пусть немного, но посеять. Что же я сейчас буду сеять в начале марта? Это лук репчатый эксибиша. Это вполне нормальные сроки посева этого лука. Но постарайтесь его посеять или вот в улитку, или все-таки, если получить хорошую, крупную, полноценную луковицу, обработайте лук, чтобы он быстро взошел. И посадите буквально вот, ну опять, я вот из укрывного материала у меня сшиты стаканчики. И в эти стаканчики я буду сажать по два семечка для того, чтобы получить крупную луковицу, лука эксибиша. Потому что все-таки при пересадке он тоже испытывает стресс и рост замедляется. Это сейчас множество лука у нас на зелень. Вот очень довольна вообще луками на зелень. Когда его сеешь на рассаду, и потом я его просто пучками высаживаю. Это может быть опять-таки теплица. Не высаживать лук репку, а вот именно пользоваться вот таким луком. Это очень-очень удачный вариант. Что же еще можно посеять в марте? Это середина марта. Это, конечно, что? Это мелиса, это розмарин, это эстрагон, это мята. Это все пряные культуры, которые все-таки я предпочтение отдаю сеять рассадой. В марте месяце занимайтесь посевом лука. Лука на репку. Сейчас очень много разных сортов лука. Почему именно рассадный способ? Не бывает луковой мухи. Потому что, к сожалению, сейчас очень часто посадочный материал в магазине продают уже зараженный. И потом, когда мы выращиваем луковицу, лук плохо хранится. Поэтому вот можно сеять. Лук порей я буду сеять в начале марта. Это вполне нормальные сроки, если тот, кто не успел его посеять в феврале. У вас еще время есть его посеять. И я буду в этом году сеять артишок. Уж очень он меня заинтересовал, когда мы были в агроферме Сидек, что это деликатес и что-то прям очень вкусное. Я, конечно, ни разу не пробовала, но в этом году хочу посеять. Поэтому посев производим в марте. Обязательно его, если в южных районах его можно сеять сразу в грунт, то у нас в Подмосковье это, конечно, рассада. Вот такие овощные культуры я буду сеять в марте. Теперь, что же, какие цветы я буду сеять в марте. Это ромашка. Различные виды ромашки. Как есть махровые, есть и не махровые. Это бальзамин. Это хризантема. Это алисун. Это анютины глазки. Это лаванда. Ее можно тоже сеять в марте. Это пеларгония. Это дельфиниум. Не забываем, что нужно сделать стратификацию. Хотя бы где-то на сутки положить в морозильную камеру. Это лабелия. Это петуния. И, конечно же, земляника. Вот как раз-таки по поводу земляники, мелкоплодной и крупноплодной. Вот все-таки март месяц, это самый благоприятный месяц для посева земляники. Очень она себя хорошо чувствует. Не вытягивается. Не надо ей делать никаких подсветок. И она очень-очень хорошо сходит. Вот такие семена я буду сеять в марте месяце. А с вами была Юлия Меняева на канале «Во саду Левогороди». Пока-пока.